Привет, ребята, и у нас сегодня ролик в необычном формате. В общем, вы все прекрасно помните ролик скиллтест ЧПХ. Это чувак, который подозревался в нейронке очень долгое время, причем всеми абсолютно, даже проигроками. Ну и в общем-то вы сказали, что вам будет интересно посмотреть, что будет, если он будет играть на обычном компе, на чистом максимально. Короче, я на этот видос потратился очень славненько, я его привез в Казань, оплатил ему перелеты сюда-обратно и проживание. В общем, он будет играть на абсолютно чистом компьютере, непривычном для него, но тем не менее схожим по характеристикам. Да, на 144 герцах он играть отказался, потому что сказал, типа, у меня дома 280 герц, и, собственно, он сказал, и это, на 144 герцах я не покажу игру должного уровня. Вот, соответственно, компьютерные клубы были заняты такими же показателями, и мы нашли компьютер у одного знакомого. Причем два компа стоят рядом, собственно, я буду еще сидеть рядом тоже с ним, и все, так сказать, контролировать. Вот, поэтому реально на ролик потратился. Пожалуйста, с вас лайк, подписка на канал, какой-нибудь комментарий в поддержку. Ну и, собственно, поехали разоблачать ЧПХа. Ну, а перед этим переходите в описании, забирайте себе комплект снаряжения на все классы, пушечек донатных на все классы. Новички, по этой же ссылке, могут зарегаться, а те, кто не заходили больше месяца, могут забрать себе все то же самое. Так что, пользуйтесь, а мы начинаем. Ну что, here we go, разыгралочка. Я сейчас первое место забираю, значит, если ты наказываешь, правильно? Поехали. О, смотри, смотри кто. Оп, вот я, я, я. Твой братишка с нейронушкой тоже катает. Нормально, давай. Сейчас поясним, у тебя нейронка сильнее. У нейронушки или у ЧПХа? Поехали. Есть, что у тебя плохо, слушай. Да, я понял. Хорошо. Надо за спиной чего угодно говорить. Эй! Привет, что? О, кто-то тебя знает. Нейронка. Я же говорю, твой кен. Забавно. Ну, идеальный трикер. Ну, смотри, что. Ну, смотри. Робота не человек, поле. Неплохо. Ну, сколько ты это было, когда он, типа, с разворота бахал? Реально не знаю. И вот это сейчас тот самый момент был. Канал разворачивается на 180 и точно начал экономить. Программы? Нет. Прямые руки это называется. Гимсонс на уровне просто. Гимсонс на уровне и сидит. Чувак, что с тобой? Так это же Элис что-то там был. Элизори это была. Ну, он идеально чувствует, когда попадешь. Ты, типа, вот еще даже не показал тебе крест, не показал, что ты убил. Но ты почувствовал, что ты его уже убил и отвернулся от него. Блядь. 47. Ну, там 55 и 58. 58 сделал медик с Гарибальди, 55 сделал чувак с СТК. Отлично. И на первом месте, кстати, Кратев Иван. Он с чем? Он с ХКшкой. А я тебе говорил, надо ХК брать. Потому что были много моментов, когда вдаль давал не ваншот. И, типа, это могло вообще завершаться комбо вообще легко. Но были не ваншоты, увы. Так, что? Готов на втором уровне нас наказать? Реванш нам дать? Ну, давай попробуем. Давай, попробуем. Синхронизация по звуку. Синхронизация по звуку. Выбирай формат. Ну, формат-то понятно, очевиден. Ты, наверное, будешь так же, как и все традиционные мужчины со снайпером. Серега. Кампа. Карта. Давай мосты попробую, че. Подрыв. Мосты. Все, пи на мейнкарта. Так, если чеков проходит проверку, я ухожу в геншин. И классно кем будешь? Запреты, СТК, ревик, макбул. Геншин попробую, че. Если что, классно свапать можешь. Ну, на МВК или на снайпера, пофиг, кого хочешь. Главное, куски заранее поставь, которые не запрещены. Ну, че, поехали? Мужчины, блядь. Жмите готовность. Ну, что, гайз, уничтожим его, блядь. Я посмотрел, как он на мясорубке. Это страх. Даже Джадди, если сказал, что он с говной, значит, он точно признает, что у Уолкера им пожестче. Вы куда все рванули? Алло. Все побежали. Все умерли. Опа. Знаете, у меня какие мысли есть на этот счет? Ага, он просто чекнул меня. Вот такие мысли. Вот такие мысли. О, бомба, ребята. Мысли бомба. Что могу сказать? Да, второй раунд. Ну, в принципе, первый можно было скипнуть сразу. Можно вообще, в принципе, четыре скипнуть. Я думаю, сразу со снайпером начинать. Ну, поехали, попробуем. Во дворе у тебя? Ты его слышишь? А что для? Флунта у тебя. Ну, я криворуги. А он такой. Попався! Попався, кто на базаре. Класса все. Стоим. Information? Нету вообще ничего. У меня есть идея. Пойдем, доверься моему инстинкту. Я просто сидел. Он сзади меня сидит. Я посмотрел у него в экран. Судя по всему, среди нас завелась крыса. Бомба установлена. Мина на тройке. Он на оке. Планту. Ладно, забей такую игрушку. Очень жестко. Так, Мортич присоединяется. Левел 3. Мотя. Мотя присоединяется. Поехали. Притих. Нет, не притих, блядь. Я посъемал. Он, может, скорее всего, отошел. У него патроны кончились. Запрошел. Гениально. Зачем? Я надеюсь, никакой крысы нет у меня на один. Ставят пачку. А теперь я сейчас в ягу. Ай-яй-яй. Найс, отлично. Ара, ё! Работа! Ара, ё, блядь, молодцы, нахуй! Сказал бы паника. Давайте, давайте, ребята. Каждый раунд важен. Каждый раунд важен. Серёга! Да. Соберись! Наш отряд разбит. Попався. Всё, ВХ нет. Мы! Так всё, всё. Нейронка не вывозит, блин, его. Зря я сказал. Зря я это сказал. Пойдём-ка запушим троечку. Давай, let's go, фастом. Чувствуем, да? Чувствуем уже вкус победы. Сейчас будет точно победа. Опа! А нейроночка-то не помогла. Думал, убил уже. Перестал стрелять. Работаем, ребят. Двое школы. Он тройка вроде. Да, он подал, подал, подал. Ебать! Не толпой вообще анрел. Найс! Нестандартные решения, понимаешь? Современные проблемы требуют нестандартных решений. А вот дома он бы нас был уже давно. Был бы счёт 5-0 просто. И всё, и он бы прошёл скейл тест. А я вообще с топором бегаю. Так можно? Да. Я не знаю. И всё, и просто держать. Да, он бегает. Где? Где? А, мусор какая? А, как один в один разыграть? Антаптать его? Давай. Вот этого он точно не ожидает. Вау! Вау! Ноль звуков просто. Левел фор, поехали! Мортич, присоединяйся, нужна тяжёлая артиллерия срочно. Так, мы до минуты сидим, бамбук курим. Потом будем пачку ставить и разыгрывать. Ха-ха-ха-ха-ха. Кидаю гранату! Первый этаж. Первый этаж. Ты куда пошёл? Куда-то греет ХЕ. Ага. Фу, да. Я немножечко не там. Ставлю пачку, короче. Первый этаж выходит справа вроде. Бомба установлена. Ой, я ФЛБ. У меня арка! Ой, окно, окно. Ой! Где он? Найс! Найс! Вот это разбайтили профессионально, ребята. Дует! Давай. Ещё Стёп... У нас ещё Стёпы нет, там уже шесть раундов взяли. Ни хуя хи, мы крутые перцы. Отбор выходит, выходит аккуратнее. Я еблана. Я почему-то думал, что вы его накоцали. Вань, давай. Ты... Я верю в тебе. Ваня, он в респе. Там? Он в респе у себя. У себя, да. Я вижу его. Я подсмотрю его на него. Так нельзя, но я тварь. Бомба в зря. Крыса. Крыса. Крысиный король. Я полголоса говорю, чтобы он не услышал. Откуда он услышал меня, хуй, Скай? Я не знаю. Услышал, блядь, хочет сказать. Ну не верю. А ты шёл? Я один же маленький шажок под взрыв гранаты сделал. Ты был как СВХ-лох. Там же... Шахи, попробуй штурмал. Ну чё, левел пять Степан не пустить, не дать. Любой ценой. Бля, кстати, он же... Мы забыли... Мы забыли, что он... Подсаживаться, блядь. Я вот только сейчас об этом подумал. Представь, не увидел. Прочекал, но не увидел. Ошалит. Убил вас, найс. Хорош. Хорош. Кто там гавкает, блядь? С первого числа в клане не будет его, скажи ему, блядь. Давай пойдём. Я ему сейчас вантапну, блядь, пацана. Как он настаёт? Готовы выйти? Раз, два, три. Давай, раз, два, три, let's go. Дион, ты наёбер, его тут нету, блядь. Опять не регает. Найс. Ууу, на тоненького, блядь. Кое-как забираем. Он надо в дэл. Он, блядь, зашёл. Он меня услышал. Не ваншот. Ну как не ваншот? 50. Я вам не ваншот дал, не ваншот дал. Ну, 50. Стёпа не слышал, как поставили бомба. О, ты поставил без звука, я вообще в шоке. Он карки отходил. Блядь, мужики, СОБР. Можете. Он 50 примерно. Закатился, закатился, мордич. Я его даже не видел, блядь, я услышал, что подкат. Так да. Это и надо было услышать, блядь. Ладно, на самом деле тут я немножечко ещё Стёпе не дал инфу, что он ставит бомбу. Я услышал, но я не дал Стёпе инфу. Я потому что был очень увлечён тем, что он делал. Я посмотрел просто за его экраном, и чтобы он не подглядывал за нами. Ну что, мои поздравления, хотя я тебя могу так лично, зачем мне ПТС? Я могу тебя так лично поздравить. Поздравляю тебя. С прохождением. Я, кстати, смотрел. Ты не подглядывал же? Вообще? Нет, конечно. Я, короче, сейчас смотрел последний раунд, ты меня когда хлопнул, я сидел и весь раунд смотрел, но не давал инфу. Я, кстати, слышал, что ты ставишь пачку. Но не давал инфу, что ты ставишь пачку. Так что денежку мне там отсыпешь. Чуть-чуть. Короче, сейчас отправляемся мы на РМ. Давай, ехали, РМ, забустишь меня. Заказал буст у нейронщика. Я очень хочу позадавать вопросы. Наверное, вопрос, который интересует многих. Почему ты не проводишь стримы? Даже вот в момент, когда тебя начали в чём-то обвинять, если бы ты начал стримить активно прям, эти вопросы бы отпали. Почему ты не спохватился? Тебе было похеру и не хотелось никому ничего доказывать? Было похеру, наверное, в тот момент, когда я играл в Фиджитал. Ну, вот это разыгрывался слот на Фиджитал. Я тогда не хотел никому ничего доказывать. Я просто хотел выйти на лан и там уже всё доказать. Ну вот, произошло так, как уже произошло. А что произошло, если поточнее? Ну, есть люди, которые не в курсе, я думаю. Во время финального матча мне просто положили интернет. У меня просто пинг под 200, под 300, вся игра телепортируется, но не крашит. И я поэтому просто сам вышел и зашла запаска. Вот были много моментов, типа, вот, допустим, Jetfire там рассматривал твои альты какие-то, жёсткие хайлайты, паника рассматривал, жёсткие хайлайты. Что ты можешь пояснить за них? Что ты можешь сказать в оправдании? Вот, допустим, возьмём момент отчётливо, где паника смотрит, что ты наводишь прицел в подвал, вот. Так. И переводишься на уровень голове, чел. Ты знаешь, что там видно, вот, в этот пиксель, куда ты смотришь, ты смотришь, может быть, выкатятся, да, и вот там может быть только 5, только нога, ну, нога или полчасти тела. Смотри, что происходит? Просто, смотри, ну, куда он, куда он пытается навестись? Там, по-моему, просто из-за разницы камер от спектры и от моего лица. То есть от моего лица выглядело всё нормально, а на ютубе по-другому. У меня были все эти записи, сейчас их нет просто потому, что я... Всё понятно, подтёр следы, бля. Всё понял. Не, ну, слушай, я вот сейчас реально, я посмотрел, как ты разыгрываешь мясорубку, ну, у тебя очень жёсткие переводки. Наверное, одни из лучших в Warface. Ну, глупо говорить, что ты играл с нейронкой и так далее. Есть моменты, конечно, потому что у тебя дёргается мышка. При сенсе такой-то и таком-то DPI. Почему у тебя дёргается прицел? Потому что я волнуюсь. То есть это происходит именно от волнения только? Зачастую, да. Но я, правда, посмотрел, как ты играешь вживую, без всяких там софтин, на чистом абсолютно компьютере. Ну, задвижение рукой, понятное дело, как ты наводишься. Это, ну, прям, моё реально почтение. Это очень жёстко. Что произошло резко вдруг, что ты начал ебашить? До того, как я начал хорошо играть, я играл на суперслабом ПК в 60 Гц. Батя предложил купить мне компьютер. Давай тогда соберём более-менее норм комп и возьмём игровую монику. Вот, он говорит, да, без проблем, типа, и всё. И, соответственно, с тех пор вот я начал выигрывать соло-турниры по мясорубкам. Просто невозможно составить конкуренцию чувакам, у которых хорошие мониторы и хорошее железо при 60 Гцах. Не, ну, моё почтение, а давайте в любом случае в дальнейшем только развиваться. В плане медийки, в плане турниров, чтобы твоя мечта сбылась, чтобы ты вышел на ланы. Но я думаю, теперь после этого ролика всем зрителям станет абсолютно понятно, что... Ну, раз ты был готов на такой мув, для меня уже тогда стало понятно, что ты без всякого говна. Что, типа, приехать, начать с тобой компе поиграть. И ты видишь реально своими глазами, когда вот такие переводочки, и ты думаешь, ебать, какой же я ничтожество на сравнении с этим моё жёстким агимером. Всё, удачки. Спасибо, что уделил время. И тебе спасибо, Костя, что пригласил. Бай-бай.